Приветствую вас. Для начала мне бы хотелось сказать, что форма вашего вопроса такова, что вроде как подразумевает ответ эзотерик. То есть вы спрашиваете, скажите пожалуйста, сознан ли я семью, да, то есть вы спрашиваете, создадите ли вы семью в будущем, в надежде, что вам предскажет его, то бишь будущее. Психологи не предсказывают будущее. Психологи анализируют то, что происходит с человеком, его психическое состояние, эмоциональное состояние и помогают решить проблему. Я так вижу, что для вас это первый публичный вопрос, вот, и соответственно, ну зарегистрированы вы не так давно, 7-го числа. Возможно, вы не очень хорошо представляете себе, как и куда лучше выдавать вопрос. Поэтому сразу вот такое небольшое пояснение, что, значит, если вы хотите, чтобы вам предсказали будущее, то обратитесь, пожалуйста, в раздел эзотерики. Там вам помогут и подскажут именно в той форме, ну какой вы, наверное, хотите получить для себя помощь. А если вы хотите именно с психологической точки зрения разобрать вашу проблему, тогда вы поставили мало информации о себе. Ну и, собственно, самый главный вопрос, почему вот все то время, что вы в отношениях, почему вы до сих пор, все это время, мирились с тем, что ваш партнер не желает законить ваши отношения. Столько времени вы жили без наключения брака, столько времени вы жили в гражданском браке, и что, вас устраивало, получается, все это время, то, как вы живете? Если не устраивало, то для чего вы мирились с тем, что вас не устраивает? Для чего вы вредились себе, жертвовали собой своими взглядами, ценностями, стремлениями, приоритетами и так далее? А если вас это начало не устраивать только спустя какое-то время, значит, что-то поменялось в вашем отношении к там, что происходит, возможно, в вашем отношении к партнеру и так далее. Но если так, то вы и это отставили без внимания, то есть вы не доверяете себе, вы не доверяете своим переживаниям. Сникает вопрос, почему? Вы сомневаетесь в себе или как? Если вы сомневаетесь в себе, то тоже вопрос, почему вы сомневаетесь в себе? Какие есть причины для сомнений в себе? Далее. Вы определенно идете против себя. То есть вы определенно, как бы, известны собой ради чего? Ради этого человека, ради этих отношений, ради возможного совместного будущего, может быть, и так далее. И вы уверены, что вы сами хотите задавать семью человеку, который за столько времени так и не сделал вам приглашение? Если да, то для чего? Зачем? Человек не хочет, человеку все устраивает, как и есть сейчас. Значит, он не отвечает вашим желаниям, он не отвечает вашим потребностям, он не разделяет ваши взгляды на жизнь, он не разделяет ваши ценности. И так ли вы подходите друг к другу? Следующий важный вопрос касается, собственно, самой темы узаконивания брата. Вы задавали вопрос своему молодому человеку, хочет ли он создать семью с вами? Спрашивали ли вы его об этом? Изъявляли ли вы свое желание создать с ним семью? Если да, такое изъявление было, и оно было мужчиной проигнорировано, значит, он не хочет. И вам нужно либо смириться с этим, и принять его таким, какой он есть, либо сказать, нет, прости, я так не хочу, мне нужна семья, и если ты не можешь мне ее дать, то тогда нам тобой не будет ответить. То есть я считаю, что наши отношения там находятся на неприемлемом уровне для меня. Ваше право, так сказать, и право мужчины, либо прислушаться к вам, либо, здорово, сделать так, как он считает нужным сам. То есть сделать так, как ему удобно, для него, как для него удобно. И вот, собственно, то, что вам можно сделать. Соглашусь здесь со своим коллегой, которая говорит о том, что если мужчина не сделал вам предложение за столько времени, то уже, скорее всего, не сделает. Вот действительно, скорее всего, это так, но вашу ситуацию нужно рассмотреть более подробно, чтобы все-таки иметь все данные. Потому что пока вот из того, исходя из того, что вы написали, ну, не очень понятно. Какова мотивация молодого человека? Каков у него мотив, например, не создавать с вами семью? Чего он боится, может быть, чего он опасается, может быть. Если что-то такое есть, то с этим нужно разобраться. И вам, может быть, стоит нести коррективу в своем поведении. Далее. Довали ли вы мужчине понять, что если он не даст вам того, что нужно вам, то вы, ну, условно говоря, вы от него уйдете. Вы его бросите. Вы выйдете из отношений с ними. Если давали понять, то почему не продвигали свое поведение в таком ключе, в таком векторе до последнего, до конца. Почему не доводили дело до конца? Если нет, если ничего не было у вас, если не было у вас желания, не было у вас, как бы, не было такого стремления к тому, чтобы обозначать свою позицию, то тогда чем это связано? Чем это продиктовано? Неуверенностью ли в себе? А не тем ли, что вы не отдаете себе отсчета, что же вам нужно самой для себя? Если так, то, может быть, именно на эту тему и нужно будет с вами поговорить. Именно в этом и нужно будет вам помочь. Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать, именно отвечая на ваш вопрос. Понимаю, что информации мало, я вам дал, ну и вы тоже написали на облачную коробку. А если все-таки вы хотели получить ответ эзотерика, то перенабравьте свой вопрос туда. Если вы хотите поработать с психологом, то дополните свой вопрос. Дополните свой вопрос информацией, материалом для того, чтобы мы могли его анализировать. и тогда мы сможем вам куда лучше оказать помощь. Если дополните, то, пожалуйста, напишите мне в личку, чтобы я прочитал дополнение и ответил на него. Если у вас вопросы появились ко мне, то буду рад помочь, обращайтесь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!